В нашем комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Раменский» с 1 сентября 2022 года работает отделение посещения жителей Московской области на дому. Одно из наших направлений – это поздравление юбиляров от губернатора Воробьёва с 80 лет. 80, 85, 90 и так далее. Также сотрудники соцслужбы оказывают помощь семьям мобилизованным и людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Сегодня мы идём поздравлять Ларину Нину Васильевну, 90 лет ей. Ларина Нина Васильевна, мы пришли вас поздравить с юбилеем, с 90-летием. Вам открыточка от Воробьёва поздравляет с юбилеем здоровья и сил. Как говорят, жизнь измеряется не годами, а добрыми делами. И вы тому пример. Спасибо, что делитесь своим опытом, знаниями, мудрыми советами. Это очень ценно для нас. Андрей Юрьевич Воробьёв. Спасибо. Так, это ещё не всё. Подарок от губернатора Московской области с юбилеем. Да. Вот держите, это жёстковский поднос вам. О-о-о. Красивый, ручной работой. Красивый. 1 марта даже в 2 часа ночи родилась. Вообще я родилась в Юровской больнице. У нас в Юровской была больница. А вообще мы жили... Мама моя из Кузнецова вышла в Петровское замуж. Вот. Я родилась в Петровском. Там мы сгорели. Мне было 3 месяца. Пожарный дом сгорел. Мы построились у дедушки в Кузнецове. Вот. И вот я жила уже после 3 месяцев всю жизнь в Кузнецове. А замуж вышла вот сюда. Когда началась война, вы пошли в первый класс как раз, да? Да, я в первый класс пошла. В июне началась война, а в сентябре я пошла в первый класс. Вот. И война началась как раз... Уже вот в 41-й год, когда подошел фашист к Москве, он бомбил железную дорогу нашу. А наши дома рядом с железной дорогой. Вот. И вот летал самолет, а я бежала от дедушки с одного конца деревни на другой конец домой. От дедушки домой бежала. И он вот так летал. Я его видела, но он улыбался, смеялся. Такой низко-низко летал. И две бомбы кидал. Но не попал в железную дорогу. И в дома не попал. Рядом с железной дорогой. И вот до сих пор ходили купаться туда. Такая яблая была. Так что войну я видел так. Вот так вот. Даже было бомбоубежище. Даже были, папа сделал мне автомат деревянный. Всем нам, да, у нас у всех были и гранаты были свои, такие деревянные. Да, 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 да. Мы учились, учились. Бежали в бомбоубежище, когда начиналась тревога. Вот. Бежали в бомбоубежище и там сидели. Вот. А учились без конца. Никогда не прерывались. Да. Так что учеба была нормальная. Правда, холодно было. Холодно очень. Чернила замерзали. Деревянная школа была маленькая, небольшая. Вот. До четырех классов. А потом в Юровской большую школу сделали. Пятый класс уже пошли в большую. Там уже отопление было. Так что все было. Все пережила, слава богу. Вот дожила до 90 лет. А работали где? А работала всю жизнь в ателье. Шила. Потом трикотажки вязала. У меня детки двое было. Сынок умер у меня. Вот. Было. Уже 10 лет. Доченька моя, слава богу, жива. Вот. Так что. Ну, внуки. Внук у меня один. У дочки внук. А у сыночка дочка. Навещают вас? Очень навещают. Вот сейчас приедут. А что в жизни самое главное для вас? В жизни? А, ну что, здоровье. Здоровье всем. И мудрости, и мудрости. Еще раз здоровья вам. Мирного неба над головой. Счастья, чтобы ваши родные и близкие вас всегда поддерживали. Большое спасибо. Большое спасибо вам. Некоторые не ожидают поздравления, да, и очень рады. И у них начинают блестеть глаза. И этого дорогого стоит.